Значит, книга-притч, 17 глава. Звучит так, третий стих. «Плавильна для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Значит, плавильна для серебра, горнила для золота, ну а сердца, значит, то, что происходит с золотом в горниле или с серебром в плавильне, то происходит с сердцем человека, когда он приходит к Господу, понимаете? Хм, как вам это нравится? А что происходит с золотом в горниле? Оно же плавится-то. А серебро в плавильне, плавильне – это же плавильна. Так вот, то же самое происходит с тем сердцем, с тем человеком, который приходит к Господу. А мы же пришли к Господу или нет? Пришли. Вот теперь с нами происходит то, что происходит с золотом, когда оно попадает в горнилу. И для чего это происходит? И для чего серебро кладут в плавильню, а горнило, в смысле золото в горнило? Для того, чтобы очистить золото и очистить серебро. То же самое, когда человек приходит к Господу, то человек думает, ну всё, я уже в порядке, и всё в порядке. Всё будет так, так оно и дальше будет. Но люди часто забывают, что именно только сейчас начинается процесс испытаний, смысл которого очищение по-английски purification, чтобы нас сделать какими? Pure, чистыми. Мы не знаем, как там, может быть, как происходит процесс золота в горниле, что там происходит, но ясно, что происходит очищение золота. Каким образом? Через высокую температуру. В основе очищения, в основе принципа очищения лежит идея отделения одного от другого. Что такое очищение вообще? Очищение – это отделение. Это отделение примесей от чего-то там, что там есть, скажем, или если золото, или если это серебро. Значит, каждому, если какой-то взят слиток природный, и если там есть золото, то оно не бывает чистое. Там есть очень много примесей. И поэтому вот эту вот штуковину они кладут как в горнило в данном случае. Для чего? Какой смысл? Для того, чтобы отделить эту примесь от этого золота, потому что примесь, она ценности не имеет. Мало того, чем больше примесей в этом, вот в этом куске, в каком-то слитке в этом тема, может, это не слиток, может, как-то по-другому называется, я не знаю. То есть, чем больше примесей, тем менее ценно будет вот этот вот кусок золота. Почему? Потому что там примесь, она не поднимает цену, а примесь цену опускает. Поэтому смысл вот этого очищения – отделить одно от другого, отделить ненужное от нужного, отделить малоценного, вообще, какой-то накипи от золота. И чем больше вот этот кусок будет держать в горниле, тем больше будет кусок держать в плавильне, тем больше будет отделяться примесей от этого золота или серебра, и, соответственно, тем больше будет становиться вот этот кусок золота, серебра ценнее. То есть, мы говорим, проба становится выше. Но, как минимум, для того, чтобы это происходило, надо, чтобы вот в этом куске было золото. Потому что, если там нет золота вообще, там ничего нет ценного, так что, от чего отделять, понимаете? То есть, надо, чтобы там было что-то. Поэтому так вот и, в принципе, и с человеком. Когда Бог видит, что есть в этом человеке что-то угодное, нечто угодное ему, то он начинает с этим человеком работать, понимаете? И что он начинает делать? Вот то же самое он начинает делать с этим человеком. Почему? Потому что там в нем есть нечто, от чего нужно отделить примесь. Потому что из-за этой примеси очень часто не видно вот этого ценного, что есть в человеке. Потому что в этом, может быть, человеке есть этого ценного, угодного Бога очень мало, понимаете? Мало этого. И вот это вот то, что есть угодное, оно настолько покрыто, оно настолько спрятано вот этими примесями, что, в принципе, его и не видно. И Господь пытается отделить вот эту примесь с тем, чтобы вот это вот ценное, золотое, вот это вот, чтобы оно вышло наружу, чтобы оно стало видно. Потому что очень часто не видно, что есть в человеке из-за вот этих всех ненужных накипей и примесей. Иногда люди говорят о каком-то человеке, «А, он такой негодяй, что с ним все кончено». Вот. Ну, а Господь почему-то начинает, берет этого человека и начинает с ним работать, начинает его вести по жизни, как-то вот нянчится с ним и начинает с ним свою работу. Почему? Потому что Бог видит в этом человеке то, что мы не видим. Потому что мы видим, что вот он такой-сякой, какой-то там негодяй последний. И мы говорим, «А, уже с ним ничего не сделаешь». Но Бог не так считает, он же видит глубже, и он нет. Он же замечает нечто в нем, то, что ему нужно, то, что ему угодно. Но оно настолько глубоко спрятано вот с этим всем, вот этими вот слоями, вот этими, столько накипи там, столько примесей, что никто это не видит, кроме Бога. И поэтому Господь начинает процесс, он его как бы вгорнило, и начинается процесс очищения, процесс отделения, отделение вот это, чтобы вот то, что в нем угодное. И вот Бог видит, скажем, если взять такого человека, как Новохадоносор, который был такой император, и, в общем-то, был жестокий очень. В книге пророка Даниила можете прочесть, его путь, как Бог его вел, и кончилось тем, что Новохадоносор возвел очи к небу и прославил Бога. Новохадоносор. То есть Бог видел в нем потенциал, понимаете. А бывает так, что люди говорят к какому-то человеку, говорят, ой, он такой добрый, он такой душевный, он такой, ну вообще, ну золото прямо. Но что-то, ничего не получается, и Бог с ним, в общем-то, не имеет дела. Почему? Потому что то, что мы видим, оно на поверхности. А на поверхности это вот то, что, знаете, может быть, лицемерие какой-то, душевность. А суть человека, она, суть человека негодная. И, как сказано, что они негодны ни на какое доброе дело. И Бог вообще не занимается им. То есть он оставляет его. То есть он не видит в нем ничего. Понимаете? Нечего отделять, нечего освящать. И, как мы говорим еще, Бог его попускает. И человек идет к своему концу. Поэтому Писание говорит нам, что Господь, когда Самуилу сказал, что я не так смотрю на человека, как вы смотрите, как люди смотрят. Я смотрю в сердце. То есть Бог видит в сердце, и он видит в сердце, есть ли там вот это вот золото или серебро, какую-то вот драгоценность, от чего нужно отделять вот это вот. Посмотрите. Миша, можно, пожалуйста, Исайя 65 главу, 8 стих. Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, смотрите, когда в виноградной кисти находится сок, тогда, говорят, не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. Видите? Почему не всех? Почему не всех? Почему Господь не может... Почему? Потому что Он видит, что в этой виноградной кисти, которая, в принципе, нехорошая, но нечь, Он видит, там есть сок, и поэтому Он не будет ее губить. Там есть какое-то благословение. Может быть, его мало, но Он, Господь, будет работать с этой виноградной кистью. Он будет работать, потому что там есть хоть капля сока, Бог будет с ней работать. И что, какая цель? Вот взять этот сок, достать этот сок, понимаете? Он будет очищать, он будет очищать Израиль. В Израиле Бог избрал народ Израиля для себя, но говорит, что я не всех погублю. Говорит, рабов, ради рабов своих, чтобы не всех погубить. То есть, рабы – это вот есть в Израиле вот этот сок, есть в Израиле вот этот вот какой-то остаток, какой-то потенциал, из-за которого Господь не погубит весь Израиль. Господь будет очищать Израиль. И как Он будет? Он будет отделять в Израиле угодное козлов от овец, скажем. Угодное, в смысле, неугодное от угодного. Вы помните, что было с Ноем? Господь создал всех людей. И потом написано, что и наполнилась земля злодеяниями. Это в книге «Бытие» про Ноя. Ну и Господь сказал, что всё, пришла смерть на всё живое. И Он говорит, я погублю всё. Но! Но! Он среди всего человечества, Он осмотрел этот вот сок, вот этот вот каплю сок. Он осмотрел кусочек, маленький кусочек золота. Понимаете? Вот этот вот огромный какой-то кусок, и там, наверное, девяносто и девять, и каких-то ещё девять, 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 тысячных, десятитысячных, это всё было примесь. Но Господь усмотрел там немножко-немножко золота. И это Ной и его семья. И что Он сделал? И Он стал отделять, отделять вот эту примесь от этого вот немножечко золота. И от этого золота Он произвёл что? Новое человечество. То же самое было с Содом и Гамора. Тот же принцип. Понимаете? Если в виноградной лозе хоть немножко сока есть, то Бог будет работать с этой виноградной кистью. То же самое было с Содомом. Он увидел, что весь этот район, весь этот город или город, они наполнились мерзостью. Но Богу смотрел там немножко, немножко, ну буквально каплю одну этого золота или серебра. И вывел их. Отделил, очистил, понимаете? То же самое делается и с Израилем. До сих пор делается. То же самое делается и с церковью сегодня. Возвращаясь к теме Израиля, то же самое вот остаток, понимаете, из Израиля. Так вот, Богу смотрел там рабов своих. Он усматривает золото. Но Он также видит и очень много примесей. И, к сожалению, примесь больше, чем золото. И причем настолько, что из-за примесей даже не видно золота. То же самое происходит и с церковью. И то же самое происходит с тобой и со мной. Потому что в тебе есть и то, и другое. Если бы тебе не было золота, Бог бы тебя вообще бы не призвал. И ты бы до сих пор не был бы здесь, там, где ты есть. И когда Господь усматривает человека, в котором есть потенциал, в котором есть вот это немножко золота, пускай немножко, пускай немножко, Он, Господь, берет его к себе, куда? В свою вот это вот горнило, в свою мастерскую, где он начинает с ним иметь дело. И это довольно-таки painful. Почему? Потому что смысл какой? Смысл какой, чтобы отделить, отделить примесь, отделить накипь. Как очищается золото и серебро? В горниле. Почему? Потому что смысл, там огонь, там высокая температура. Какой смысл? Смысл в том, что, помните, в послании к Карифинам сказано, что кто строит из золота, из серебра и драгоценных металлов, помните? Смысл в том, что ни золото, ни серебро, ну, я не разбираюсь в этом, я не хочу вдаваться в это, вот эти вот все вещи, они не страдают от огня. Понимаете? Они не страдают от огня. То есть огонь золоту не повредит. Но та примесь, которая на золоте, с ней что-то будет, она как-то отделится, или, по крайней мере, она станет явной. Я не знаю, этот технологический процесс, это можно все прочитать, но меня сейчас не это интересует. Факт тот, что золото, само золото от огня не страдает. Духовное от огня не страдает. Понимаете? Поэтому второй раз земля будет уничтожена не водой, а огнем. Для чего? Для того, чтобы осталось только, выдержит испытание только духовное. Все недуховное, оно сгорит, оно будет отделено. Это примесь, это накипь, которая Богу не нужна. Поэтому золото подвергается огню, или там высокой температуре, выявляется эта примесь. Господь берет человека к себе и начинает с ним работать. Поэтому мы должны это понимать. Почему? Потому что мы часто в недоумении. Ну, почему это со мной, это все это случается? Ну, это случается по одной простой причине, что в тебе Господь усмотрел нечто доброе. Но Он также видит очень много накипи, которая не войдет в царство, которая не войдет в вечность. И поэтому задача здесь с тем, чтобы постараться отделить от себя, по возможности, все, что ты можешь. И вот Бог начинает, вот начинается твоя судьба, начинается твой жизненный путь с Богом, который есть не что иное, как путь очищения, purification, освящения, отделения. Понимаете? Вот твой жизненный путь с Богом, это не просто там, аллилуйя, praise the Lord, или там исцелять, подымать мертвых, это какое-то другое. Это труд, это труд. Речь идет о личных отношениях с Богом, и речь идет о освящении. А что это такое? Это отделение. Поэтому отделяется мирское, отделяется плотское от духовного, отделяется душевное от духовного, отделяется человеческое от Божьего, потому что в нас поселился Бог. Но часто Бога не видно из-за чего? Из-за человеческого. Часто духовного не видно из-за плотского. И Бог начинает тебя проводить через горнила, через вот эти вот все вещи, чтобы там сгорело вот это вот все ненужное. И это очень и очень непросто, и очень и очень сложно и болезненно. И вот в этом и есть твой жизненный путь, вот это вот есть твоя судьба здесь, твой жизненный верующий путь, можно так выразиться. Вот посмотрите, мне нравится очень это место в книге пророка Исаии, 28 глава, с 23 стиха. Мне очень нравится это место, я его не до конца понимаю, но все равно оно мне нравится. Значит, 23 стих Исаия, 28. Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Но когда уравняет поверхность, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и очмень в определенном месте, и полгу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его, то есть земледелец, он эти вещи делает, может быть, сам того не понимает, что этому порядку учит его Бог. И чему он его, в принципе, учит? 27 стих. Ибо не молочат чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катает по тмину, но палкую выколачивает чернуху, и тмин палкой. Значит, чернуху и тмин выколачивают палкой, то есть там как-то бьют, и, видимо, она сразу там достает это зерно, не знаю. Зерновой хлеб вымолачивает, но не разбивает, и водит по него молотильные колеса с конями их, но не растирает. И это происходит от Господа Саваофа. Дивность судьбы его велика, премудрость его, понимаете? То есть вот эти вот... Поэтому у нас разные судьбы с вами, понимаете? У нас, у каждого из нас разные судьбы, разный путь с Богом. Вон Петр спрашивает, а он что? Говорит, а что тебе до него? Может быть, он чернуха. Его надо палочкой ударить, и будь здоров. А ты пшеница. Тебя надо в колеса. Понимаете? А я хочу, как он. Нет, у вас, у вас, вы разные люди, у вас разные сердца. Тебе надо вот так, а ему надо вот так. Тебе надо хорошенько дать, а ему надо, может быть, просто пригрозил, накричал, и достаточно. Я не знаю, разные дети. Вот у вас там дети, внуки, одному сказал достаточно, другому надо и шлепнуть. Я не знаю. Разные судьбы, понимаете, от Бога. Это премудрость от Бога. То же самое, разную культуру. И сажают по-разному, и как-то потом, и обрабатывают по-разному. Почему? Потому что разные культуры. Но речь идет не об этом. Это же не учебник-агрономы. Это Библия, это духовная книга. Это судьбы разные. Разные люди. Мы с вами разные. Поэтому не надо смотреть ни налево, ни направо. У меня свой путь с Богом, потому что я такой. А у тебя такой путь с Богом, потому что ты такой. Тебя надо так, а меня надо так. И ничего тут не сделаешь. Но нас объединяет что? Нас объединяет то, что все мы, все мы проходим один и тот же путь. Как только мы пришли к Богу, и ты, и я, Бог начинает отделять. Поймите, Бог начинает отделять. От тебя ненужное примесь. Примесь начинает отделять. А насколько нужно или палочкой, или в колеса, это уже зависит от характера. Кто упрямый, кто более упрямый, кто менее упрямый, ну, ожесточенный, жестоковыйный, кто больше, кто меньше, я не знаю. Судьбы-то разные. Вот у Бога есть разные инструменты. Плавильня, горнила и all kinds of stuff. Такой смысл. Бывает еще так, как написано в книге из Акииля, 24 глава. Бывает и такое. Посмотрите, что здесь. Я не хочу много читать, но очень интересно и познавательно. 24 глава из Акииля. Я так, может быть, выборочно буду. С 3 стиха. Он говорит, произнеси на мятежный дом притчу «И скажи им, так говорит Господь Бог, поставь котел, поставь и налей в него воды». Мятежный. Он сразу ясно, с кем он разговаривает. Неважно, Израиль, не Израиль, но разговаривает он с мятежным домом. То есть, что такое мятежный? Ну, бунтарский такой дом, понимаете? Бунтарский. Он говорит, поставь котел, налей туда воды, сложи в него куски мяса, все лучшие куски бедра, плеча и наполни отборными костями. И пусть они, говорит, там варятся. Для того, чтобы и кости разварились в нем. Пятый стих. И вот шестой. «Посему так говорит Господь Бог, горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасываете из него, не выбирая по жребию, ибо кровь его среди него, он оставил его на голой скале, но не на землю проливал ее, где она могла бы покрыть пылью». Ну, я не буду так... Девятый стих. «Посему так говорит Господь, Бог горе городу кровей, и я разложу большой костер». И вот он говорит Иезекиилю, «Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится, и кости перегорят». Представляете? «И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась и расплавилась, в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла». То есть, мало того, что там уже и кости сварились, и мясо там уже вообще, он говорит, что и медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, И вся накипь его исчезла. То есть, есть нечистота, которую нужно было... Вы же знаете, кто варит супы. Там поднимается вот эта вот какая-то накипь наверх, понимаете, и потом её нужно же снимать. А они не хотят снимать её, они не хотят расставаться с этой нечистью. Господь говорит, тогда keep doing this, продолжай варить. И вот Он говорит, пусть эта накипь, которой они не хотите расставаться с ней, пусть она расплавится, нечистота. И вся накипь его исчезла. То есть, она прямо она сварилась там. Труд будет тяжёлый, но большая накипь его не сойдёт с него, 12 стих, и в огне останется на нём накипь. То есть, не хотят люди расставаться с накипью. С нечистотой. 13 стих. В нечистоте такая есть мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты всё не чист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости мои, я не утолю над тобой. Представляете? Речь же идёт не о котле. Это всего лишь притча. Бог говорит, скажи городу этому. Речь идёт о народе, речь идёт о людях, речь идёт о городе. В твоей нечистоте есть такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты всё не чист. От нечистства и ты и впредь не очистишься, доколе я не утолю ярости. Понимаете? И такое бывает. В упорстве, как написано, в упорстве погибает как корей. Почему? Потому что Бог чистит, создаётся температура, это горнило, поднимается это накипь. Вот это накипь, вот эта вот нечистота, которая была частью этого города, она вдруг стала видимой. Она не была видимой. Но она, что делает температура, огонь? Она делает её видимой. И что теперь нужно сделать? Когда она видима, нужно это исповедать, нужно в этом раскаяться, нужно отказаться от этого, нужно снять это, и тогда ты станешь чище. Но они не хотят расставаться с этой накипью. Люди больше возлюбили тьму. И Бог говорит, конь кончается тем, потому что если накипь не удаляется, то она переваривается, она там как-то сгорает вместе с ним. То есть они не хотят, не отделяется она. Почему? Ну, не хотят. Нравится это им. Нравится эта вот мерзость, нравится эта вот нечистота. И в упорстве погибают, как корей. Иаков говорит, что те, которые хотят очищения, как сказал Иаков, то они пусть с радостью принимают, когда впадают различные искушения. Почему? Потому что человек понимает, который мыслит духовно, что хоть это достаточно тяжелый, может быть, трудный экспириенс, но он понимает, что это послужит его святости, это послужит его более близким отношением с Богом. То есть это идет ему на пользу. Тело страдает, но дух, но дух, он очищается. Те, которые, обратите внимание, Иоанн 15 глава, те, которые приносят плода, люди угодные Богу, что Бог делает с людьми, которые приносят плод Богу, что он с ними делает? Говорит, молодец, good job, он их еще больше очищает. Значит, а как очищение происходит, мы же знаем, золото в горнило, а серебро в плавильню. Так я скажу, Господь, я тебе приношу плоды, и ты меня опять туда в горнило? Ну, для того, чтобы ты еще больше принес плода, написано. А те ветви, которые не приносят плода вообще, в которых нет сока, что с ними Бог делает? Очищает? Нет, они отделены, он их туда, все, то есть, они не годны ни на что, ни на какое доброе дело. Поэтому, это очень важно помнить, этот принцип, это очень важно понимать, почему? Потому что, чтобы мы не изнемогали, понимаете? Потому что мы часто изнемогаем, испытания за испытанием, трудности за трудностями, да, но мы знаем, что в трудностях Господь дает и утешение. Но мы должны понимать, что это не признак его нелюбви, а это признак отношений, это наоборот признак отношений. И поэтому еще у нас есть местописание, первое послание Петра, 4 главе, 12 стих. «Возлюбленное огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь». Вот это вот, «Как приключение для вас странного». Что это значит? Ну, как будто это что-то странное, что-то со мной случилось, я даже не знаю, что и почему. Он говорит, не думайте, что это что-то странное. Это как-то все закономерно, потому что каждый искушается не чем-то, а собственным. Окей? Но посылается искушение, которое, в принципе, не сколько посылается, сколько мы сами входим в искушение, потому что увлекаемся собственной похотью. И Бог допускает. «Господь, почему ты допустил?» Это допущено для чего? Написано для испытания. И оно не случайное, а оно закономерное. Почему? Потому что я попал в это искушение не потому что Бог просто так придумал, а потому что я поддался на это, а не на это. Мне это свойственно. Понимаете? Потому что я искушаюсь собственной похотью. Поэтому это не странно, это не случайно. В этом есть какой-то принцип, в этом есть какая-то закономерность, и на это нужно обратить внимание. Если ты попал в какое-то искушение, если ты находишься в каких-то обстоятельствах, то нужно понимать, что это не что-то странное. Это может быть в какой-то степени где-то как-то закономерно для тебя или для меня. И это не для того, чтобы тебя погубить или уничтожить, а для того, чтобы тебя сделать чище, более высокой пробы. Господь видит в тебе нечто драгоценное. Господь видит в тебе нечто драгоценное, потому что если бы Он в тебе не видел этого, то Он бы там вообще нечего очищать, нечего отделять, не от чего отделять. Там нет золота, не от чего отделять. Но раз Он с тобой занимается, значит, это говорит о том, что в тебе есть потенциал, в тебе есть нечто угодное Богу. Поэтому Он и занимается с тобой. Всякие трудности жизни, которые случаются у нас в жизни, условия какие-нибудь, трудности, связанные, особенно последствия, связанные со следованием за истиной, особенно испытания, которые, это называется, страдания Христовы, которые человек оказывается из-за того, что он поступает по истине. Это все инструменты в Божьем процессе, которые служат одной цели – учащению человека, отделению в человеке одного от другого. Лучшие человеческие качества, лучшие человеческие качества выявляются через трудности и страдания. Как, например, помните, был такой Иев, который был очень благочестивый человек. Но мы видим через несколько глав, мы видим, что, в принципе, это благочестие, оно все сводится к самоправедности. В принципе, все сводится к самоправедности. Но Бог видит в Иеве нечто-нечто драгоценное, которое не видно из-за этой самоправедности. И Господь проводит, Господь помещает этого Иева, вот этот вот кусок какой-то, слиток, в котором есть и золото, и примесь, Он его помещает, вот этот вот горнил, и вы знаете, через что Иев прошел? Для чего? Для того, чтобы отделить одно от другое. И в конце книги мы знаем, что Он сказал, что Иев, я от всего этого отрекаюсь, и, то есть, Он оставил это все, и осталось, что осталось только вот золото. Понимаете? Вот это смысл. Да что Иев, сам Христос прошел через страдания. Посмотрите послание к евреям во второй главе, 10 стих. Смотрите, что здесь написано. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, это речь идет о Боге, приводящего многих сынов в славу вождя спасения, то есть, вождь спасения – это вот Христос, спасение их совершил через страдания». Ещё раз. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, то есть, вождь спасения нашего, он совершил через что? Через страдания». Через страдания. Это отдельная тема страдания Иисуса Христа, но я не хочу сейчас в это входить, это большая тема отдельная, достаточно интересная и сложная, но смысл в том, что речь идет о совершенствовании Иисуса Христа. Он его совершил, по-английски «perfected» от слова «perfect», через что? «Through the suffering» написано. «Through suffering». Таков путь. Так происходит очищение, так происходит освящение. даже для Христа. Нам нужно понять, что мир, этот мир создан не для окончательного… Послушайте мысль. Вот этот мир, в котором мы сейчас живем, он создан не для окончательного общения с Богом. Да, он вообще не создан для финального общения с Богом. А этот мир создан, и мы поселились в этом мире, в смысле, Бог нас поселил в этом мире всего лишь для того, чтобы подготовить человека к вечному общению с Богом. Вы понимаете, что я говорю? То есть это не конечная станция. Здесь мы не будем всегда, чтобы общаться с Богом. Это мир, это жизнь, это всего лишь подготовка, это всего лишь переплавка, это всего лишь переплавка. Тебе дается 60, 70, 80, там, я не знаю, 90, пускай лет, пускай 100 лет, для переплавки, для отделения. И смысл твой, и смысл мой в этой жизни, там, не что-то там, все посмотреть, все увидеть, везде побывать, а смысл, чтобы пройти вот этот путь и отделить от себя все, всю вот этот вот этот дроз, как они говорят, вот этот вот накипь, чтобы она сошла, чтобы ты вошел в вечность уже вот чистый, понимаете, чистый, чтобы вошел. Если мы это понимаем, то нам, то нам, по крайней мере, мне более понятны становятся другие слова Иева, которые записаны в пятой главе, Миша, пятую главу, пожалуйста, книга Иева, седьмой стих, я его иногда цитирую, этот стих, смотрите, «но человек рождается на страдании, как искры, чтобы устремляться вверх». Запомните, пожалуйста, этот стих и думайте о нем. Кто-то скажет, что ты проповедуешь, какую-то тут депрессию мне на меня наводишь. Речь идет не о депрессии, речь о том, чтобы понимать пути Божьи и роль и смысл твоей жизни здесь на земле и что Бог делает с тобой, и что Бог будет делать с тобой for the rest of your days. Еще раз, человек рождается на страдании. Почему на страдании? Потому что страдания, страдания Христова особенно, страдания, которые Господь дает нам, они носят очистительный характер. Очистительный характер. Это есть испытание, искушение, которое способствует твоему освящению. От тебя отходит накипь при условии, если ты сотрудничаешь с Богом. Бывает так, что она не хочет сходить, человек не хочет. Но для чего человек рождается на страдании? Чтобы как искри устремиться куда? Вверх. Окей? Вот в этом смысл. Вот в этом смысл. Твой путь куда ведет? Вверх, к Богу. И вот для этого ты родился, чтобы пройти этот жизненный путь и чтобы здесь ты, если надо, что-то претерпеть от различных искушений. Помните? Никто этого не хочет, Господь не хочет, чтобы мы страдали, это все понятно. Но если случается, мы должны понимать, вы понимаете должны их смысл и правильно относиться к этому и сотрудничать с Богом, потому что иногда в результате страданий выявляется нечто, вот это вот накипь поднимается и мы не расстаемся с ней. И мы продолжаем вариться вместе с ней, и она идет назад, как в этом котле, не отделяется. И это проблема, это может быть серьезная проблема. Еще давайте посмотрим послание к евреям с 5 стиха, допустим. Забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господни и не унывай, когда он обличает тебя. Ибо Господь кого любит, того наказывает. То есть наказание ничего не имеет общего, ничего с Божьим, что Бог тебя не любит. Бог не наказывает тех, если Господь кого-то отверг, он его не наказывает, он его осуждает, там вопрос уже решен. Но он, видите, бьет же всякого сына, которого принимает. Ну, бьет, это он так выразился, но в принципе речь идет всякого сына или дочь, которую Бог принимает, он проводит через вот это вот, через это вот горнило или вот это вот плавильное для того, чтобы вы уже поняли для чего. Это вот подразумевается, что он бьет. Дальше, вот седьмой стих. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Потому что так, что человек не хочет, говорит, я не хочу это терпеть, я не понимаю, почему. Христос пострадал за меня, зачем мне страдать? Он же, ты страдаешь нисколько за свои грехи, это полдела, это другая тема. Страдания эти носят не осуждающие, страдания носят эти очистительный характер, освящающий характер. Это не признак нелюбви, это признак отношений. Почему? Потому что, если ты терпишь это, то это говорит, Бог поступает с тобой, как с сыном. Это говорит о отношениях с тобой, что у тебя есть отношения между тобой и сыном, в смысле, тобой и Богом. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Окей? Если же остаетесь без наказания, то есть, если Бог не обращает внимания на человека, вообще не имея с ним дела, то это что значит? Это значит, что это незаконные дети, а не сыны. То есть, это поразительное место. Тот факт, что Бог тебя наказывает, это говорит об отношениях у Него с тобой. Это говорит о наличии отношений. Это говорит о наличии в тебе там какого-то кусочка золота, который Господь пытается вывести наружу. Это не It's not the reason to be discouraged. It is reason to be encouraged. Окей? Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? И вот смотрите, десятый стих тоже интересный. То есть, родители плотские нас наказывали по своему произволу. Это не значит, что это для твоей пользы. Просто дети раздражают детей, родителей, родители не выдерживают и начинают их наказывать. Это не значит, что они просто не выдерживают. По своему произволу. Часто. А Бог сей для пользы. Он наказывает не потому, что Он нас не выдерживает или раздражается, а Он нас наказывает для пользы. Для какой пользы? Для моей пользы. Чтобы нам иметь участие в его святости. Это освящение. Дальше, 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется нерадостью». Это мы прекрасно понимаем о печали. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, страдаем больно, плохо, тесно. Но теперь очень важно, когда ты находишься в этой тесноте, когда ты проходишь через какое-то унижение или боль, очень важно понимать, что через что ты проходишь и для чего ты проходишь. Очень важно это понимать. Потому что хоть сейчас ты и печалишься, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Поэтому укрепите опустившиеся руки и колени. Это так меня светит, так сильно. Окей. все зависит от того, все зависит от того, как мы относимся к этим страданиям, к этим испытаниям, через которые мы проходим. И вот очень важно, когда ты через то, что ты проходишь, очень важно быть честным с самим собой и увидеть вот этот вот накипь, которая в тебе появилась. Она открылась в тебе, она всплыла, она была в тебе, но ты не знал. Но в результате вот этой температуры, вот этой вот трудности, она всплыла. Ты увидел, или я увидел, кто я есть, что во мне есть. И что ты теперь будешь делать с этим? Вот это вот сейчас очень важно. Самое главное вот это сейчас. Бывает так, человек говорит, вот я хороший, а все, это они все виноваты. Понимаете? Человек не хочет признаваться. Вот все виноваты, кроме меня. Или просто мне не повезло. Вот так вот мне просто не повезло. Но Петр сказал, чтобы вы не думали, что это что-то странное. Это не странное, это закономерное. Нам нужно сотрудничать с Богом, потому что накипь в этом котле, видите, она появилась, а котел не хотел расставаться с этой накипью. И потом она продолжала дальше вариться, и говорит, и все, и она пропиталась, она вошла в этот металл, и не отделяется, не отделяется, и все, и весь котел, весь город погиб. Все зависит от того, как мы отреагируем, как мы отреагируем. Захотим ли мы увидеть, захотим ли мы и гналость эту накипь, которая в нас? Она все равно не войдет в вечность. Понимаете? Это же мы же имеем дело с Богом. Если сейчас мы не захотим с ней расстаться, Господь поведет тебя в другой котел, поместит. То есть он же, это же не может войти туда, как исх, которая устремляется вверх. Это же не может накипь идти вверх. Поэтому мы рождаемся на страдания, чтобы отделилось это от нас. Мы рождаемся на вот это горнило. Мы родились и сразу проходим через... Всю жизнь идем в этом горниле, плюс-минус там, с какими-то передышками, понимаете? Вся жизнь – это путь горнила, плавильная горнила, дает нам Бог какие-то передышки, чтобы мы исправились. Но в принципе где-то труды, болезни, вся жизнь – труды, болезни. И это оно и есть. Это оно и есть для чего? Чтобы потом как устремиться вверх. Но и мы должны сотрудничать с ним. Мы должны, когда оно показывается, когда оно обнаруживается, мы должны признать это, мы должны сказать «да». То есть это и есть покаяние. Покаяние – это нужно исповедать и отречься, и раскаяться. И тогда оно снимется. Тогда вот это накипь снимается исповедание, покаяние, и ты становишься чище. Это может быть не обязательно какой-то грех, понимаете? Это может быть просто Бог в нас воспитывает терпение, какой-то endurance. Но лучше подходит слово здесь, именно endurance, perseverance. Именно вот это слово употребляется у Якова. Терпение – терпение – это очень важная черта характера верующего человека, потому что написано, что терпением вы спасёте души ваши. Написано, что если даже почва хорошая, то если туда попадает зерно и почва хорошая, всё равно плод приносится как? В терпении. Это Лука, восьмая голова, по-моему. Всё равно не просто так он сразу, почва хорошая. Если почва хорошая, но нет терпения, то плод же не вырастает за ночь. Это в терпении нужно. В терпении мы сохраняем нашу держу. Терпение должно иметь совершенное действие. Терпение нас совершенствует. Ну, больше не сколько терпение, сколько вот endurance. Endurance – это способность, вот как выносливость, как стойкость какая-то. То есть продолжать, продолжать вот выдерживать, ну, вот как стойкость, я думаю. Вот endurance. Продолжать своё дело, невзирая на то, что тебе тяжело. Вот такая черта характера. Это воспитывается, это не на молитвах, это не Bible study, это через испытания, это через практические занятия это воспитывается в человеке. Она вырабатывается, эта способность. Может быть, даже человек и не то, что там что-то там грех, просто Бог испытывает тебя, производит тебе большую выносливость, понимаете, вырабатывает способность endure. Потому что человек часто бросает цель, бросает свой путь, будучи недалеко от финиша. А очень обидно, ещё бы немножко он бы дошёл, но не выдержал. То есть нету… Всё есть, и знание есть, и понимание есть, и помазание есть, а характера нет. Характера нет. Я вам когда-то говорил, есть три вещи. Господь есть the calling of God, Бог человека зовёт, призывает, потом Он ему даёт помазание, и третье – это характер. Значит, призвание, помазание и характер. Призвание – это от Бога. Помазание – это от Бога. Характер – это не от Бога. Это я. Я, Бог вырабатывает во мне характер. И если нет характера, то ни призвание, ни помазание, оно не сработает. И это воспитывается, это вырабатывается на протяжении, может быть, десятилетий. Посмотрите на Моисея, как он сорок лет, посмотрите на Якова, посмотрите на Иосифа, на их путь, на Давида. То есть это годы, это вырабатывается характер. Бог закаливает человека в трудностях, в скорбях. Конечно, это трудно, но Он говорит, я помогаю, я буду с тобой и так далее. Так вот, я хочу оставить нас всех с вопросом. То, что ты сейчас проходишь, или будешь проходить в недалеком будущем, или сейчас проходишь, это ясно. Видишь ли ты в себе нечто? Видишь ли ты в себе какое-то то, что требует какого-то усовершенствования? Вот эти вот обстоятельства, через которые ты сейчас проходишь, что они тебе показывают? Не надо думать, что кто-то виноват, или Америка виноват, или Трамп виноват, но это само собой. Но что ты видишь в себе? Что ты в себе? Какую накипь ты в себе различил? Захотим ли мы признаться себе в чем-то, понимаете? Потому что, если мы не захотим, то Бог не сможет очистить нас. А если Бог не сможет очистить нас, то процесс очищения останавливается. Если процесс очищения останавливается, то я не знаю, как можно устремиться вверх. Захотим ли мы раскаяться, захотим ли мы оставить вот то, Потому что бывает так, что это нелегко, потому что это же моя накипь, это же моя примесь, это примесь, но это моя. Да, это твоя, да, но это то, что Богу не угодно, это то, что Бог не может принять. Нужно с этим расстаться, нужно проявить характер, нужно показать больше любовь к Богу, чем к себе. Поэтому Христос сказал, что если ты как бы не отречешься и от самой жизни, то если ты себя не возненавидишь, то если ты себя не отвергнешь, то ты не можешь дальше идти. Но если мы захотим с этим расстаться, тогда Господь это снимет. Тогда Он уберет, и мы станем чище, и будем на пути освящения. Вот в таком плане. В книге про откровения, я уже так заканчиваю, я уже закончил, в книге откровения там сказано, кто хочет оскверняться, пусть оскверняется, помните? Кто хочет делать неправедный, пусть делает дела неправдой. Ну, а кто святой, пусть продолжает дальше дела освящения, пусть освящается. То есть, кто что хочет, это все наше, это все мое. Что ты хочешь, вот и как ты хочешь, так и будет. Но будьте внимательны к тому, через что вы проходите. И будьте внимательны, когда вы видите в себе какую-то накипь, которая всплывает. Не думайте, что это случайно, не думайте, что это кто-то другой виноват. Надо смириться и признать вещи, назвать своими именами, и отречься, и снять это с себя, и ты будешь чище. Будешь более высокой пробой. Окей? Субтитры добавил DimaTorzok